Более сложных духовных вопросов, чем абсолютно бытовые решения, которые мы принимаем каждый день, их просто в природе не существует. Коммерсант не был бизнесом. Вы лузер. Лузер, сбитый летчик. Самый счастливый человек, которого я знаю, зарабатывает 300 долларов в месяц. Очень важно расстаться с надеждой на лучшее прошлое. Класс. Привет, дорогие друзья, это новый Федери Влог. Пришли майские, никуда не ушел карантин. Я сижу у себя на старой даче, и поэтому, я думаю, сегодня отличный момент для того, чтобы познакомить вас с одним удивительным человеком. Его зовут Владимир Яковлев. Впервые ослышал о нем я буквально несколько лет назад, когда мне попало видео про человека, который основал газету и издательский дом Коммерсант, но в какой-то момент решил оставить все это и уехать заниматься духовными практиками. И позанимавшись этими духовными практиками 10 лет, пришел к выводу, что это было ошибкой. Сейчас я фанат его YouTube-канала, который называется Яковлев по понедельникам, где каждую неделю в понедельник публикуются трех, может быть, пятиминутное видео о жизни. Мое любимое, наверное, это видео с рецептом счастья, потому что самый лучший рецепт счастья это представить себе или принять, что вот то, что у тебя есть, это и есть настоящее счастье. Мы поговорили с Владимиром о жизни, о бизнесе, о куче других вещей. Я надеюсь, вам будет интересно. Новый Федерий Влог. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Очень рад вас видеть. Взаимно. Это первое видео, которое я записываю на даче, поэтому у нас в карантинном режиме, мы будем в компании с нашим старым шкафом. Я думаю, что большая часть подписчиков Федерий Влог не подозревают, кто вы, и тем более не знают той фантастической истории вашей жизни. Может, лучше пусть и не знают. А вот вы закончили, если не ошибаюсь, международную журналистику. Я закончил международное отделение журфака МГУ, где готовили шпионов, да. Вот. А я закончил международное отделение журфака Киевского университета журналистики. Так вы тоже шпион? Где шпионов уже не готовили. Да ладно, даже не притворяйтесь. У вас на отделении были только мальчики или девочки тоже? Нет, нет. У нас были и мальчики, и девочки, но это был 95-й год уже. Уже шпионы были в Украине не нужны. Уже шпионы были тогда не нужны. Что дальше было? Вот меня дико интересует, и как предпринимателя, и как журналиста, вот этот вот момент конца 88-го, или вообще 88-го, 89-го года. Я читал, что вы сделали факт, а потом он стал, собственно, коммерсантом. Можете рассказать, как все было? Я тогда был в третьем классе. Вот я вот этого ничего не помню. И это же, наверное, было дико интересное время. Это было дико интересное время. Я в тот момент недалеко и сам ушел от третьего класса, по крайней мере, по менталитету. Это было очень смешное время, потому что, ну, как бы все начиналось. Сейчас, когда мне несколько раз попадались на глаза те первые номера коммерсанта, с которых все начиналось, это абсолютный ужас. Тогда это казалось страшно профессиональной газетой, великолепно сделанной. Сейчас, конечно, это все дикий ужас. Вот. Ну, да, сперва был кооператив «Факт», было кооперативное движение, потом был коммерсант, который, собственно, существует до сих пор. На самом деле в этом есть огромная ирония, потому что коммерсант, когда он создавался по своей идеологии, он был прямой противоположностью, альтернативой тому изданию, которым сегодня коммерсант является. И в этом есть некоторый совершенно удивительный полный круг, когда то, с чего ты начинаешь, приходит к тому, ради отказа от чего ты это начинал. Вот. Скажите, пожалуйста, а тогда вообще весь этот масштаб деятельности, какой он был? Ну, то есть какой был, например, годовой оборот 89-го или 90-го года? – Извините, я не помню. Мне сейчас сложно вам говорить, потому что, отвечать на вопросы, потому что для меня это, во-первых, было очень давно, во-вторых, это такие, ну, совсем-совсем детские воспоминания. Да, в моей жизни столько всего после этого произошло, и столько всего важного, и совсем другого, что, ну, это пример, немножко разговор про то, вот помнишь, была воспитательница в детском саду? Вот как тебе она? – То есть вы эту страницу фактически перелистнули, и вас это не очень даже и интересует, как я понимаю? – Нет. Ну, смотри, я мало живу прошлым. Я вообще не считаю, что человек… Знаете, как бы есть такая прекрасная цитата одного американского психолога, он говорит, что «очень важно расстаться с надеждой на лучшее прошлое». – Класс. – Я как-то путем довольно больших усилий расстался с надеждой на лучшее прошлое, и мне от этого очень большой кайф. Я занимаюсь сейчас проектами, которые мне нравятся и которые для меня намного более интересны. Я в какой-то момент, потратив очень много сил и очень много нервной энергии, я понял то, что страшно важно понять в жизни, свои ограничения. Ну, вот, например, то, что я не бизнесмен, то, что я не умею управлять людьми, я не начальник, то, что я неплохой писатель, то, что я неплохой фотограф. И проекты, которые я сегодня делаю в этом состоянии, они для меня намного важнее, потому что это продолжение за рамками короткой социальной программы. Я сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Вот смотрите, есть такая стандартная социальная программа, да, ну вот родился, учился, карьера, женился, дети. Эта программа, она предназначена для жизни, которая была примерно в два раза короче, чем сейчас. И когда люди доходят до конца этой программы, то дальше, собственно, некуда идти. Это огромная проблема для всего мира, потому что мы живем сегодня дольше, и мы живем сегодня намного быстрее. А цели остались точно такими же. Поэтому для меня очень важно то, что я нашел для себя мое продолжение следует. И, собственно, тот проект, который я сейчас делаю с украинскими партнерами, у вас есть такой прекрасный человек, который занимается онлайн-образованием, образовательными проектами Бабака и Вази, и мы как раз сейчас с ним делаем большой проект, который, собственно, называется «Продолжение следует» про вот эти новые этапы жизни. Про выход из тупика. Потому что количество людей, которые чувствуют сегодня себя в тупике и в повторе вне сурка, оно совершенно невероятное. Можно я последний вопрос задам про коммерсант? Уже чисто журналистский. Как для вас изменилась вообще информационная среда отношения к информации, к журналистике, к сторителлингу за 30 лет? Ну, смотрите, мне кажется, что первое, что произошло, это очень сильно, с одной стороны, очень сильно увеличилась значимость и ценность профессионализма, с другой стороны, происходит очень большое размывание этого профессионализма, потому что чем больше становится контента, тем сложнее, естественно, удержать и привлечь внимание читателей. И в этом смысле работы журналистов все больше и больше становится способность это делать. Это с одной стороны. А с другой стороны, происходит очень большое профессиональное размывание, которое связано с целой школой журналистики, возникшей в 2000-х годах, которая основана на том, что значимый факт, факт, имеющий собственную важность или значение, этот факт, он сам по себе должен привлекать внимание читателя. А если он не привлекает внимание читателя, то тогда читатель неправ. И это большая проблема, потому что искусство находить повороты контента, искусство находить способность подавать контент таким образом, чтобы он привлекал читателя, это очень большая и очень сложная вещь. И, безусловно, это штука, за которой будущее. Ну вот, собственно, я считаю, что это самое главное. Подговорите, поворот контента. Как это сделать? Что вы имеете в виду? Вот смотрите. Знаете, как... Я в своей жизни опубликовал огромное количество статей, заметок, не знаю, рассказов, чего-то еще. Много редактировал газеты. Знаете, какая была самая популярная заметка, которая когда-либо появлялась, появлялась в издании, с которым я работал. Это заметка, которая называлась «Как правильно какать». Честное слово. Она собрала какую-то гигантскую аудиторию, пришли миллионы писем, вот, потому что эта заметка соответствовала двум основным принципам интересного контента. Первое. Контент должен затрагивать какую-то тему, с которой каждый человек, желательно как можно более широкое количество людей, большое, может идентифицироваться. Вот заметка, «Как правильно какать», она идентифицируется практически с любым читателем. Вторая сторона той же самой истории заключается в том, что эта идентификация не должна быть нейтральной, то есть тема должна вызывать определенную эмоциональную реакцию. Например, страх. Вот заметка, «Как правильно какать», она вызывает очень правильный страх. Вдруг я неправильно какаю? Вдруг я не знаю просто, может быть, все как-то какают иначе? Это смешная и глупая история, но на самом деле это вопрос формы и поворота контента, который вызывает огромную реакцию. То же самое можно делать совсем другими и намного более значимыми темами. И сегодня это искусство получает невероятную важность. Невероятную важность. Либо ты делаешь пост, который собирает 20 человек, либо ты делаешь пост, который собирает миллионы человек. разница не заключается в теме. Разница заключается в том, как ты эту тему подаешь. И это технология, это не талант, это технологические вещи. Я чуть-чуть резюмирую, как раз с точки зрения интересности. Меня в какой-то момент дико заинтересовала ваша история личная, которую, если излагать в формате СМС, что основатель коммерсанта в какой-то момент, где-то в середине второй половины 90-х, вдруг понял, что для него духовные практики важнее, чем бизнес. И он вышел из бизнеса, успешного на тот момент, продал его, переехал в Лос-Анджелес, стал частью, не знаю, секты Кастанеды, стал экспериментировать в разных каких-то духовных практиках. И вот по прошествии примерно еще лет 9-10 пришел назад с одним выводом в руке, что духовные практики – это уход от самой жизни, и это ошибка. И что самая главная духовная практика – это и есть каждодневная жизнь. То, как ты, не знаю, варишь макароны, отвозишь детей в школу или едешь в метро – вот это и есть главная духовная практика. И это дико интересная история, в которой у меня есть куча вопросов. Первое. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли? Ступенчато или это был момент какого-то, не знаю, духовного перелома? Потому что представить себе, что в 90-е, когда у вас на вашей стороне правота рынок дикий, развивающийся, интересный. И в этот момент, в разгар вечеринки, назовем это так, вы встаете из-за стола и говорите, ребята, экипаж нашего корабля прощается с вами. Как? Что вас на это сподвигло? Ну, смотрите, это на самом деле очень просто. Когда ты в жизни сталкиваешься с какими-то серьезными проблемами, а я столкнулся с очень большими проблемами психологическими, личными, у тебя всегда есть выбор. У тебя есть выбор сбежать или пытаться их решать. И я сбежал. Для меня уход к Астанеде был побегом. Я убежал от тех проблем, которые у меня тогда были, от сложности взаимоотношений с людьми, от неумения общаться с людьми. И мне казалось, что если я займусь духовными практиками, то это некоторая альтернатива, это некоторый другой путь. И я потратил довольно ощутимое количество времени для того, чтобы понять, что это не так, что на самом деле те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, какими бы они ни были, это и есть, собственно говоря, то, что нас развивает, это и есть основная духовная практика. То есть и добро, и зло, они существуют на абсолютно бытовом уровне. и более сложных духовных вопросов, чем абсолютно бытовые решения, которые мы принимаем каждый день, их просто в природе не существует. Знаете, я как-то однажды поставил перед собой задачу два часа в день медитировать на любовь к людям. И два часа в день, каждый день культивировал себе любовь к людям. Мне очень сильно мешала соседка при этом, потому что она все время стучалась ко мне в дверь, потому что, или звонила в дверь, потому что ей была нужна от меня какая-то помощь. И тот факт, что соседке была нужна опять помощь, очень сильно мешала мне культивировать в себе любовь к людям. Не находитесь небольшой противоречий? И кажется, что это простая ситуация, но если при этом вспомнить, что соседка при этом была алкоголичкой, и помощь, которая ей была нужна, в основном заключалась в том, что ей нужны были деньги на выпить, то тогда эта ситуация становится довольно сложной. И это не бытовая проблема, это духовная проблема. И таких духовных проблем мы в жизни каждый день мы с ними сталкиваемся в гигантском количестве, в огромном количестве. Эти проблемы, они и есть лучшая духовная школа. Знаете, вот сейчас, например, в карантине много времени люди проводят с детьми, с родственниками. Вот лучшей медитации, чем это, в природе вещей не существует. Если вы сядете в монастыре, вот, сложите руки и ноги и будете медитировать на самый прекрасный образ, вот, эффективность этой медитации и то, что она вам даст, будет намного меньше. Очень часто, очень часто люди, которые декларируют свою просветленность, свою историю, что вот они над этим миром, потому что вот они поняли и так далее, и так далее, как правило, и вы говорите об этом много в своих видео, да, они формально неуспешны. Ну вот, недавно вы говорили о том, что там формально по шаблонно-социальным, не знаю, критериям вы лузер. Лузер, сбитый летчик. Формально, с формальной точки зрения точно. Да, да, да. Дословно, ну вот, ваша цитата. Я думаю, окей, ну вот, вы говорите, у меня нет машины представительского класса. У меня есть. Является ли это критерием того, что я, например, бездуховен, да, скажем так, и могу ли я быть гармоничен, целостен, да, то есть вы употребляете часто это слово, и при этом продолжать битву, битву социальную, да, продолжать играть в социальную игру, продолжая достигать каких-то там следующих ступенек. При этом, честно, ну, не чувствуя себя несчастным или опустошенным, или раздавленным ответственностью, или чем-то еще. И часто ответ ну нет, потому что или ты вот материальный, и часто используют слова заземленный, да, там еще поверхностный, или, пожалуйста, вот ты, почему это часто противопоставляется? Окей. Я это тоже очень часто противопоставлял, пока понял, что никакого противопоставления здесь нет. Я не верю в то, что существует некоторая духовность, которая отлична от текущей жизни. я сейчас не говорю про материальную сторону и машины представительского класса, мы к этому сейчас вернемся. Но даже если вы уйдете в монастырь, да, и даже если вы запретесь в пещере, вы все равно будете продолжать находиться в бытовой жизни, будете общаться с людьми, пусть с другими монахами, у вас будут происходить обиды, огорчения, разочарования, и именно это будет для вас духовной школой в намного больше степени, чем любые молитвы. Точно так же, как и в жизни. Другое дело, что, на мой взгляд, уровень вашего развития, да, то, через что вы прошли, то, что вы поняли, то, кто вы, не определяется тем, есть ли у вас машина представительского класса или нет. Один очень такой серьезный буддийский практик мне сказал, что вещь, в которую я верю, что уровень развития человека определяется не тем, есть ли у него машина представительского класса, а тем, насколько легко он может от такой машины отказаться. А дальше есть две вещи, которые мне кажется страшно важны. Одна вещь заключается в том, что наш мир это самый большой образовательный стартап нашего мира. Смысл жизни заключается в развитии. Вы развиваетесь, вы развиваетесь, решая те или иные задачи в жизни. И программа развития индивидуальна. Жизнь вообще мало заботится о нашем благополучии, она заботится о нашем развитии. Поэтому, если вам для развития нужны вот такие и такие условия, это будут те условия, которые для вас создадутся в этой реальности, через которые вы будете развиваться. А для какого-то другого человека нужны будут другие условия для того, чтобы он развивался. И там они будут иные. Это бессмысленно сравнивать. Это большая многопользовательская игра. Уровень развития, на мой взгляд, личности определяется степенью гармонии между вашим внутренним и вашим внешним миром. Степенью совпадения ваших ожиданий, ваших желаний и вашей реальности. Я знаю огромное количество людей с гигантскими деньгами. Гигантскими деньгами. Которые невероятно глубоко, бесконечно несчастны. И которые не могут даже сказать, что они несчастны. И в этом очередной дополнительной часть их ужаса. Потому что любое заявление в их положении, что я несчастен, означает жиру беситься. И при этом есть люди очень богатые, которые находятся в прекрасной гармонии с жизнью. И то же самое касается людей необеспеченных. Самый счастливый человек, которого я знаю, зарабатывает 300 долларов в месяц. Он абсолютно счастлив, прекрасно на это живет. Это мой знакомый в Тель-Авиве, преподаватель тайчи, прекрасный совершенно парень, зарабатывает 300 долларов, при этом умудряется жить в Тель-Авиве, занимается тайчи на пляже, прекрасно себя чувствует. Вот. Поэтому как бы это не связано с деньгами. Деньги не являются здесь мирилом. Вот на мой взгляд это вот так. Но штука в том, что те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, вот что у вас сейчас в жизни проблема для вас? Вы знаете, скорее, я даже слово такое не так много использую. У меня есть вызовы. то есть, скажем так, я трачу много своего времени на создание своей креативной инвестиционной компании. И там у меня много вызовов. Но смотрите, давайте перейдем немножко по-другому. Вот у вас есть 24 часа в сутки. Это 100%. Из этих 100% сколько времени у вас занимает деятельность, которая доставляет вам радость? Сколько процентов времени из 100? Честно, процентов 80. У вас есть 20%, которые не доставляют вам радости. Из этих 20% какое действие доставляет вам радости меньше всего? Вот самое неприятное. Что из этого? Решение каких-то рутинно, административно, финансовых вопросов. Ну вот, условно говоря. Не знаю. Заботиться о том, чтобы нам вовремя заплатили наши клиенты, при том, что я знаю, что они и так заплатят, но скорее не вовремя, но для меня их теребить это почти форма унижения. Или я огорчаюсь, когда система дает сбой, и поскольку я строю креативный бизнес, когда в результате правильно построенной методологии в конце появляется что-то, что банальное. Или не является предметом моей гордости. То есть разочарование? Творческое разочарование своей компании. И это тогда вопрос не моей претензии к людям, что ах, вы подлецы, не то придумали, а к себе, что значит я неправильно построил систему, если она рождает вот такую вот историю. То есть вы считаете ситуации, когда то, что вы делали, результат того, что вы делали, не соответствует вашим ожиданиям, вы считаете следствием своей ошибки? Конечно. Окей. Вот как только вы для себя решите эту проблему, вы совершите следующий шаг в вашем развитии. Потому что на самом деле, как вы понимаете, результат ваших действий не является следствием вашей ошибки. Расскажите, почему? Ну, потому что в жизни все обстоит иначе. Вы сейчас смотрите на жизнь не с той стороны, с которой она существует. Потому что сперва вы предпринимаете некоторые действия, и вы делаете лучшее, что вы можете. Вы думаете, вы придумываете и так далее. Потом в вашей жизни происходит спустя какое-то время некоторое неприятное событие. Приятное событие. И тогда вы смотрите на это неприятное событие и говорите себе, этого неприятного события в моей жизни быть не должно было. Оно не должно было появиться. Почему оно появилось? Вы смотрите назад и выбираете одно из своих действий, которое вы можете сделать причиной того, что в вашей жизни появилось это неприятное событие. И называете это действие ошибкой. Вы называете его ошибкой, потому что вы сравниваете его с некоторым альтернативным сценарием, когда этой ошибки не произошло. Этот альтернативный сценарий существует только в вашей голове. Больше его нигде нет. Это означает, что вы можете сделать ошибкой любое свое действие, как вы можете сделать и правильным любое свое действие. Это зависит только от того, какой сценарий вы для себя придумаете. Поэтому считаете ли вы, что то, что произошло ошибкой или нет, зависит не от реальных обстоятельств, а от вашего отношения к себе. Если вы относитесь к себе одним способом, то вы выбираете альтернативные сценарии, которые доказывают, что вы совершаете ошибки. Если вы относитесь к себе другим способом, то вы выбираете альтернативные сценарии, по которым вы ошибок не совершаете. Хорошо. Поставлю такой вопрос. А не считаете ли вы, ну вот в классической системе координат, что это тоже форма ухода от ответственности. Потому что если я, например, как создатель, руководитель, принимаю модель, что все, что происходит в моей компании, является моим достижением или моей ошибкой, и я как раз вообще перестаю обвинять в этом какие-то третьи силы или списывать это на влияние любых третьих факторов, то тогда мое развитие становится намного более динамичным. Потому что я считаю, что окей, есть третий фактор, карантин, что-нибудь еще и так далее. Я могу их принять и там по-буддистски сказать, что да, все, нет никакого этачмента, я ни к чему не присоединен, все не от меня зависит, окей. Но на самом-то деле от меня зависит очень многое. И если бы я думал, ну вот, например, был кризис 2008 года, я сделал какие-то ошибки. Не знаю, взял валютные кредиты. Не построил взаимоотношения с моими ключевыми клиентами. Небрежно относился к расхлябанности отдельных высокооплачиваемых сотрудников. Стойте, 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 стойте. Вот сейчас вы называете вещи не так, как они есть на самом деле. Вы не говорите, не называете те проблемы, которые у вас были. Вы сразу называете то, чем вы эти проблемы объясняли. А вашей проблемой является не объяснение, а проблема, которая с вами случилась. Если вы на эту проблему посмотрите честно, вы увидите, что она далеко не так плотно связана с вашими действиями, чем вам кажется. Как начальник, как для любого руководителя, ваше основное качество – это то, как вы работаете с возникшей сложностью. Как вы ее принимаете, насколько продуктивно вы к ней относитесь, насколько вы конструктивно к ней относитесь. Если вы воспринимаете эту сложность как результат своей ошибки и говорите, блин, почему, зачем, мне не стоило вот этого делать, то это не конструктивное отношение. Это эмоциональное отношение, которое очень-очень далеко от конструктивизма и от позитивного восприятия. Смотрите, я здесь, наверное, в корне не согласен. Объясню, почему. Я знаю историю по поводу дизайн мышления, ухода от понятия ошибка как таковой. Скажем так, что ты все воспринимаешь как опыт, и мы это тоже делаем. Но я говорю о том, что если ты принимаешь даже такую экстраполированную, гиперболизированную гиперответственность и понимаешь, что у тебя на самом деле много рычагов влияния, то ты делаешь выводы. Потому что ситуация, которую я перечислил, как пример 2008 года, она же меня не убила. Это же не значит, что я лежу перед сном и говорю, о боже, ты должен быть наказан. Как же ты мог сделать это? Вы правы по поводу прошлого. Я его точно не изменю. И я думаю, окей, это уже случилось. Так и будет. Но дальше мы сделаем это по-другому. И когда сейчас мы вошли в карантин, у меня нет этих больших валютных кредитов, у меня есть ядро лояльных клиентов, и у меня совсем другой принцип построения взаимоотношений с моей прекрасной командой. И тогда вопрос. Если бы я тогда, 10 лет назад, не сделал этих выводов, то сейчас ничего бы этого не было. Вот вы сделали эти выводы 10 лет назад. Гарантирует ли это вам то, что сейчас этой такой ситуации не произойдет? Оно очень сильно слежает вероятность, потому что, ну это здесь есть действительно вопрос. В этом есть, некоторые называют это даже какими-то первобытными моделями лидерства, которые связаны с тем, что ты принимаешь на себя, особенно в кризис, какие-то непопулярные вещи, вместо того, чтобы создать бирюзовую среду, в которой у нас будет самоорганизация. Это то, что мы тоже делаем. Но я считаю, что вопрос, он же в этой как раз сочетании, потому что вот у меня есть некоторое знакомое из разных сфер, из разных лет. И я скажу такую вещь, которая, ну, наверное, звучит очень непопулярно или странно, что я наблюдал, как гармония разрушает эффективность. Что я имею в виду? Если я беру, например, две, не знаю, две структуры, внутреннюю структуру отдельно взятого человека и, например, его организацию, где он является, допустим, учредителем и руководителем. И я вижу, что в момент, когда человек благодаря чему угодно достиг внутренней гармонии, он вышел на тот уровень, который ему нужен, он получил то, ради чего он это делал, он занялся духовными практиками, он отпускает свою компанию. Он говорит, окей, все, мне хорошо в этом прекрасном саду медитировать, я построил то, ради чего я это строил, спасибо, не знаю, вселенная. Но в этот момент эта организация начинает тонуть или клевать носом очень часто, потому что организация без энергии очень часто тонет. И я наблюдал момент, когда людей из этой гармонии вытаскивала судьба или жизнь чуть ли не за волосы, и говорила, эй, как ваша соседка алкоголичка, говорила, добрый вечер, добро пожаловать обратно на работу. И, кстати, у нас там кризис, и, кстати, он уже в запущенной стадии. И в данном случае вот у меня даже на таком, не знаю, тактильно-шаблонном уровне, если считывать то, что называется там body language, когда человек много занимается йогой, когда человек, ну, в общем-то, принимает себя таким, каким он есть, принимает всю реальность, довольствуется очень малым и так далее, то очень часто он действительно теряет бойцовские качества. Андрей, посмотрите, мы сейчас с вами говорим об одном и том же, вы, собственно говоря, повторяете практически то, что я вам сказал, что жизнь и решение жизненных проблем, в данном случае проблемы управления, намного лучше духовная школа, чем если вы сидите в саду и медитируете. И что кризис в вашей компании, когда он случается, это такая же духовная проблема, как и та, которой вы думаете, когда вы медитируете, а может быть, даже более серьезная. Я с вами абсолютно согласен. И когда мы сейчас с вами решаем, как работает ваше отношение к ошибкам с точки зрения управления вашим коллективом, это духовный вопрос. И довольно сложный и глубокий духовный вопрос, который на самом деле намного сложнее, чем вопрос, не знаю, как мне достичь просветления. Есть ли какая-то формула баланса? Есть ли какая-то формула баланса между духовностью и социальностью, между гармонией и энергичным развитием, и как этот баланс определить? Есть. Есть. Есть довольно много духовных техник, которые… Баланс заключается в том, что ни одна духовная техника не самодостаточна. Если вы занимаетесь духовными техниками ради духовных техник, это не работает, это бессмысленно. Вы используете духовные техники ради того, чтобы сбежать с урока из школы жизни. Но если вы используете духовные техники для того, чтобы они вам помогли решить те проблемы, которые перед вами стоят, очень сложные, часто неоднозначные, то, да, это прекрасно, духовные техники в этом могут помочь. Но занятие духовными техниками просто ради духовных техник не имеет смысла. Мне недавно один мой знакомый, очень хороший. Прислал замечательное совершенно видео Далай-Ламы, может быть, вы видели, когда Далай-Лама говорит, слушайте, ну сколько можно молиться? Это не имеет никакого смысла. Мы молимся, 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 это ничего не дает. Надо уже переставать молиться, нужно делом заниматься. Серьезно. Скажите, пожалуйста, если, знаете, в режиме фаст-контент, фаст-фуд и фаст-фэшн, какие духовные практики или приемы вы считаете лучшими, назовем, для людей, которые глубоко в операционке, которые хотят как раз делать, быть активными, заниматься всем, и при этом уделять какое-то разумное время своему духовному, не знаю, гармонизации, целостности и так далее. Что бы вы рекомендовали им делать и сколько времени на это тратить, например, в неделю? Если не говорить о каких-то абсолютно прикладных конкретных вещах, связанных с решением абсолютно конкретных вопросов, для меня есть три практики, которые я считаю очень ценными и очень полезными. Это, безусловно, медитация, но прикладная медитация, не ради медитации, а ради того, чтобы собрать свой ум, поднять свой ум в правильное состояние для решения тех вопросов, которые у вас есть в жизни. Это безусловно дыхательные практики, любые, какие угодно, и это бег, великолепная совершенно духовная практика, особенно если вы занимаетесь такими техниками, как, например, кейбег, чиранинг, который, собственно, считается сам по себе духовной практикой, но и, кроме того, бег это одна из лучших активностей, которая лучше всего работает для мозга и помогает поддерживать мозг в форме просто за счет дыхания, за счет кислорода. Вот для меня это три основные практики, но еще раз я считаю, что любые духовные практики, какими бы они ни были, занимаетесь ли вы йогой, я много занимался йогой, или чем угодно, все эти практики вспомогательные, они не являются основной целью. Вот, и главная практика, которая есть для меня, вообще говоря, она выражается двумя словами, вот, и одним знаком пунктуации. Эти два слова продолжения следуют, вот, потому что как только мы заканчиваем развитие на одном уровне, нужно иметь силы перейти на следующий, нужно найти свое продолжение следует, вот, а знак пунктуации, мой любимый, который я больше всего люблю, это многоточие, и я считаю, что вот многоточие это, собственно, тот символ, с которым нужно подходить к жизни. Класс. Последний, ну, наверное, последний один или два вопроса, если есть у вас еще несколько минут. Давайте, давайте, конечно. Да, да, у вас есть этот фантастический проект «Возраст счастья». Фактически он сконцентрирован на том, чтобы передать многоточие людям, которые в 50 решили поставить точку, переделать их точку в многоточие. почему вас настолько сильно как автора, как жанр, да, возбудили пожилые люди? Я могу сразу сказать, моя цель заключается в том, чтобы, наконец, люди перестали употреблять выражение «пожилые люди». Вот если я когда-нибудь доживу до времени, когда интервьюер, который берет у меня интервью, я специально это сделал, задаст мне этот вопрос без выражения «пожилые люди», я буду считать свою цель реализованную. Если говорить совсем-совсем серьезно, то у нас изначально абсолютно неверный подход к людям возраста от 50 до 75 лет, потому что мы воспринимаем последствия скачка продолжительности жизни примерно так, что вот после 50 все равно начинается старость, но она теперь продолжается до 100 или до 80. и мы объединяем 50 плюс 50 75-летних с 80 90-летними 95-летними. Это абсолютно неправильный подход, предельно неправильный, потому что на самом деле скачок продолжительности жизни привел к возникновению двух новых социальных групп, а не одной. Одна из них называется «новые взрослые», а вторая из них называется «суперэйджеры». «суперэйджеры» это люди поколения 30-х годов. Вот у меня есть преподаватель йоги, например, который родился в 1933 году. Вот он занимается со мной йогой там по три часа и потом говорит, что ты там, Володя, еще иди, а я еще на голове постою. Он прекрасный человек, но он уникум для своего поколения. Его поколение на самом деле было только слегка захвачено скачком. Он все равно носитель психологии, поколение 1930 года. Люди 50-75, которые родились в 50-х, 60-х, 70-х годах, это люди, родившиеся на пике скачка. Это люди, которые приходят к этому возрасту в массовом порядке и которые не являются старыми, потому что основное изменение, которое вызвал скачок, это не то, что люди дольше живут, а то, что люди намного позже стареют. Поэтому по-настоящему люди возраста 50-75, их нельзя объединять в группу с 80-90-100, их нужно объединять в группу с 35-45. Они намного больше принадлежат к этому возрасту, чем к тому. И основной вопрос для них точно такой же, как для 45-летнего человека. Это вопрос продолжения развития, это вопрос завершения социальной программы и вопрос того, как дальше продолжать жизнь. Поэтому основное, что мы делаем на возрасте счастья, мы работаем именно с этим, мы работаем с актуализацией, мы работаем со снятием людей ощущения психологической старости, вот, и мы, конечно, работаем с огромным количеством практических проблем, которые связаны с общественным отношением к ним, потому что люди, которым сегодня 50-75, они находятся под диким совершенно социальным давлением, и это социальное давление связано с тем, что они, есть такое понятие исчезнувшее поколение, ну, то есть, вот, если вам 41 год, вы еще молодой, да, если вам 80-75, то вы уже старый, а вот то, что между этим, это непонятные какие-то люди, они и не те, и не другие, и как к ним относиться абсолютно непонятно, они попадают в некую такую серую социальную зону, это огромная проблема, огромная проблема для всего мира, и для России, и для Украины, безусловно, для всех, вот, потому что нам очень повезло, нам подарили 30 дополнительных лет жизни, причем не старости, а активной жизни, но поскольку эти изменения произошли очень быстро, люди просто не успевают с этим освоиться, изменить свою жизнь, и теряют это, в общем, совершенно великолепное время. Вот. Поскольку наше ядро аудитории в Эдере влог 25-35, что бы вы могли посоветовать, для того, чтобы они в свои 50-60-70 не встретили с точкой, встретили с бесконечной программой саморазвития, и не испытывали потом каких-то нелепых разочарований. Они и встретят. У них в этом смысле нет абсолютно никакого выбора, потому что сегодня мы каждый год мы все становимся на 2,5 месяца моложе. Каждый год. Потому что средняя продолжительность жизни каждый год вырастает на 2,5 месяца в мире для всех. И это означает, что пропорционально возраст снижается, а через 15 лет по прогнозам это будет порядка 4 месяцев. Поэтому скачок продолжительности жизни он не закончился. Он продолжается активно и очень-очень нарастает. Поэтому, ребята, если вам сегодня 25-30, то вопрос многоточия у вас возникнет примерно в 90-105. Вот. Ну и тогда вы как-то его будете решать. Как вы его тогда будете решать, я сейчас честно ума не приложу, но никакой проблемы с 50-70 и 80-ю у вас не будет однозначен совершенно. Спасибо за такой прекрасный прогноз. Ждем вас в Киеве. Вы должны были выступать у нас в Федерифхаб, у нас есть Event Space, но что-то там не сложилось и я надеюсь, что карантин скоро закончится. Да, я сразу приеду, потому что у меня много дел, много встреч по проекту с Бабаком и Вазей. Соответственно, я буду очень рад увидеться. Ждем вас в гости. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok